Всем привет, с вами Гобс, и сейчас вы услышите некое подобие подкаста, сделанного на коленке, не знаю сколько он будет идти, и без определенных пруфов, потому что мне лень. Скорее всего, видеоряд тоже будет сосать, потому что ради этого стараться не хочу. О чем же я хотел с вами поговорить? А поговорить я хотел о такой вещи, как срачеблогеров, точнее о конкретном сраче, который меня, мягко говоря, удивил. Тут на днях вышел ролик либрариума на гребаных 4 часа, Ваня, 4 часа, блин, я, конечно, люблю срачи, но не до такой же степени, вот, где он задевает общую тему того, как его обсирают, а точнее конкретный человек, кастом сториз. Это делал и... господи, как его зовут, блядь. Это делал Тесфан, это делал... блядь, кто там еще у нас есть-то? Самых ярких примеров Тесфан и кастом сториз, в принципе, так что я больше-то и не знаю. Может быть, кто-то еще есть, там, ну, знаешь, подпердыши всякие мелкие, ну, или поменьше. Но суть не в этом. Суть в том, что, в принципе, если уж мы говорим об этом, я понимаю, почему идут срачи. Потому что срачи дают просмотры. К большому сожалению, людям надо дерьмо. А именно, когда это вылезает наружу, когда кто-то о чем-то говорит, когда кто-то кого-то обсирает, когда кто-то дерется, когда кто-то приводит свои аргументы, факты и так далее. Есть такой очень интересный термин. Все его называют «разнес по факту» или, там, не знаю, «привел пруф» и еще что-то. Короче, чем отличается спор между человеком, который умеет спорить, и которым не умеет спорить? Ну, логично. Один умеет это делать, второй нет. То есть, это, знаете, когда ты хочешь кого-то обосрать, тебе нужна некая доказательная база. И ты выкручиваешь факты, которые тебе выгодны, и умалчиваешь те, которые невыгодны. Самое главное в этом случае – подстелить соломку, чтобы была возможность эти пруфы развернуть в обратную сторону. И на самом деле не так важно, прав ты или нет, важно то, как ты это подашь. И так было всегда. Люди, существа социальные и достаточно специфичные по своей натуре, могут поверить в любую чушь. К примеру, я даже не знал, кто такой Custom Stories. Вот, впервые посмотрев вот этот четырехчасовой... Да, я посмотрел этот четырехчасовой ролик от Librarium, при том, что в последнее время я от него вообще ничего не смотрел. Хотя нет, вру, я смотрел обзор на Принцев Персии, ну, потому что мне эта игра нравится. Но если говорить серьезно, есть у меня такое подозрение, что все блогеры тупо сговорились, потому что я увидел материал по Принцу еще у четырех или у пяти блогеров, при том, там такой объем контента у всех, что, ну, не могли просто друг у друга подсмотреть, может быть, кто-то сговорился. Да, я уже начинаю в теорию заговора верить, но суть не в этом. Суть в том, что я услышал о Custom Stories, наверное, как раз-таки в восемнадцатом или семнадцатом году, когда Librarium его решил упомянуть. Честно, не бежал к нему на канал, потому что, ну, а нафиг надо. Вот, но я же не знал, что эту тему до сих пор мусолит. Прошло пять лет, получается, да? И кому-то это до сих пор интересно, кто-то до сих пор это смотрит. Касательно того, что он переодевался в женщину, ну, не знаю. То есть, ради рофла, может быть, можно, но на всеобщее обозрение я бы, наверное, это не выставлял, как минимум. Вот. Касательно моего отношения к Librarium так таковому. Я не считаю его правым. Причем во многих аспектах, потому что, ну, блин, давайте честно. Все люди разные, я это прекрасно понимаю. Я даже не смотрю его любимые «Перекрестки миров». Честно, я не люблю Dark Souls. Я его просто ненавижу. Потому что это серия игр, которые для хардкорщиков, не знаю, для каких хардкорщиков, по-моему, это кривой кусок кода. Вот они смогли сделать что-то более-менее с Elden Ring, и то кривой кусок кода оказался, ёб твою мать. Короче, Миядзаки 2 прям совсем меня раздражает в этом плане. Называйте меня, как хотите. Если кто-то скажет, что я казуал, ребят, я проходил Ninja Gaiden 2 на Xbox 360. Вот. Просто помните это. Но суть не в этом. Суть в том, что я не согласен с Librarium во многих аспектах, но это не значит, что я считаю издевательства или попытки издевательства над человеком в течение 5 лет чем-то адекватным. Хотя справедливости ради я уверен, что есть люди, которые и кастума обсырали. Причем там тоже много к чему можно придраться. Да, уровень контента, к примеру, у него лучше, потому что он запаривается над какими-то теми в роликах, о которых я даже не думаю. Но, к примеру, у него как минимум лучше оборудование, чем у меня. Чему я несказанно завидую. С другой же стороны, я прекрасно понимаю, что такое понятие, как лоровед, оно не всегда... актуальное, наверное. Или же проще сказать, будет что-то вроде... Неправильно выразился. Не не актуальное, а очень специфичное, узконаправленное. Плюс ко всему, ради того, чтобы быть полноценным лороведом, надо лезть самому и все это изучать. Ну, как говорят некоторые, но по большому счету, давайте честно. Большая часть людей, которые снимают по лору, они переводят ролики... Ну, с иностранного языка, как правило, с английского. Я более чем уверен, что большинство тех, кто по Dark Souls'у делал ролики, они переводят что-то с английской википедии. Ну, в лучшем случае. Я просто сомневаюсь, что они прям досконально изучили каждую игру, потому что это убивает просто хренову тучу часов, но жить-то когда-то надо. Так что как-то так. Но суть не в этом. Суть в том, что... Я немножко охренел, когда увидел четырехчасовой ролик, при этом там даже монтаж есть. Четыре часа монтажа. Я бы только за большие деньги начал бы это делать, потому что, ну, нет, в одиночку. Просто чтобы кого-то по пруфам разнести, нет. Ну его нафиг. Вот. Я упомянул такую вещь, что не обязательно быть правым, главное, грамотно подавать информацию. Ну и как минимум не давать оппоненту себя опустить в той или иной степени. Можете посмотреть, как спорит Шапира. Я уверен, что вы знаете, кто это такой. Чем он известен. Вот. Это правый еврей в Америке, если что. И Дэйв говорит, чтобы быть хорошим спорщиком, не обязательно иметь аргументы. Достаточно просто давить на оппонента и давать, так сказать, ему просраться каждый раз. В принципе, что он и показывает каждый раз. Хотя объективности ради могу сказать, что он далеко не дурак. То есть для этого, как минимум, нужен большой словарный запас. Вот. А в этом плане срачи в Ютубе или в любой другой площадке отличаются тем, что ты можешь сто раз подумать, сформулировать свою идею. И самое главное, тебе никто сразу же не ответит. То есть будешь сидеть в теньке и замечательно себя чувствовать. Тех, кто отреагировал на тебя, ты можешь зачморить, потому что, как правило, это будут делать люди, у которых меньше подписчиков. Это будут делать люди, у которых меньше опыта в данном аспекте. Ну, которые те, которые за счет тебя хотят похайпиться. Собственно, что и я тоже сейчас делаю. Не, ну, мне на самом деле просто стало интересно, почему это все происходит. Потому что я, к примеру, помню вот этот лороведные войны или лоровые войны. Я точно не помню, как это называется. И помню эту дурацкую ситуацию, потому что в те далекие годы я даже Тесфана смотрел. Точнее, ну, как я его смотрел, я видел там один, по-моему, адекватный ролик у него был. После этого я просто не удалял каналы. Ну, вот был у меня период такой после армии, когда я каналы вообще не удалял. И вот когда пошла вот эта вот вся лорная фигня, я узнал об этом от Либрариума вообще. То есть кто такой Мистер Кэт, я не знал. Кстати, надеюсь, что он все еще живой, потому что вроде как он находится на Украине. Вот. И не выпендривается, самое главное. Вот. Но тут уже черт его знает. И ситуация произошла на самом деле странная, на мой взгляд. То есть человек, который сначала провоцировал окружающих, спровоцировал человека, с которым он знаком. Ну, то есть Ксюшу в данном случае, которая Фокси, которая Рыжуха. Ну, справедливости ради, я не очень понимаю, как этот человек вообще дожил до своего возраста, но это уже другой момент. И она начала перегибать палку. Причем, насколько я понял, она сильно перегнула палку, плюс еще там Ваня что-то ей обещал, то ли стрим, то ли что-то в этом роде. Сейчас я не буду в этом разбираться, нафиг мне это надо. Вот. И закончилось это срачем. Потом к этому срачу подключились все остальные. То есть подключились те, которые типа в этой тусовке крутятся. То есть там был Либрариум, там был Тесфан, там было еще человека 3-4, которые все начали чморить его. Ну, вот знаю одного человека, который очень грамотный разнос сделал, ну, потому что объективно Ваня нес херню касательно Хаммерфелла, и я думаю, что это происходило только из-за того, что ему тупо нужны были просмотры. Сейчас я это уже говорю со своей колокольни. Сколько? Потому что прошло уже лет 5, если мне память не изменяет. Или 4, ну, что-то в этом роде. Поэтому могу судить, ну, чуть более здраво. Здраво судить о срачах в интернете. Дожил, блин. В общем, суть не в этом. Суть в другом. Суть в том, что обе стороны были, по сути, неправы. То есть Ваня пытался как-то раскрутиться, насколько я понимаю. У Тесфана изначально была, наверное, идея подмазаться, ну, чтобы больше просмотров получить, чтобы больше подписчиков было. Плюс ко всему, наверное, наверное, он рассчитывал на какое-то общение со Ксюшей, но это я предполагаю. Я об этом знать не могу чисто физически, потому что я с ним не общался. Вот. И судя по тому, как ведет себя Даба, она тоже, ну, знаете, не бедная овечка, ну, далеко. То есть сначала она пыталась зачморить Ваню. Насколько я понял, да, вот сейчас вы мне скажете, что ты смотрел ролики Тесфана. Нет, я смотрел обзор вертолета на ролики Тесфана. Твою мать. К вертолету у меня тоже сейчас претензий достаточно много, потому что он из человека, который высмеивает Фемок, превратился в Фемку. Но не суть. Суть в том, что Ваня действительно, сейчас я про Либрариум и говорю, не разобрался в некоторой ситуации и начал потакать девочке просто так. Это уже случилось под конец. Изначально он просто ей помог отмыться, наверное, от чего-то. Короче, изначально, если я сейчас правильно сформулирую фразу, наконец-то, хотя бы со второго или с третьего раза, вот, она... Я даже не знаю, честно, я не понимаю, из-за чего это случилось. Я понимаю, что они просто начали друг друга обсирать. Вот это единственное, что я понял. Потому что какое-то грамотное зерно в этом я понять не могу. Мало того, Тесфан изначально Ваню просто чморил, причем чморил жестко, а потом, когда понял, что ему ничего не светит, ну, наверное, либо же там какой-то контракт был не выполнен, либо же она что-то попросила, либо еще что-то случилось. Короче, я не знаю, как это произошло. Скорее всего, просто его продинамили. Он решил переметнуться и начал Ваню защищать. С одной стороны, я считаю, что вполне себе объективно. Но вот то, что у него творилось в пабликах, это полная жопа. Так уж вышло, что я на этих паблики тоже был подписан, потому что канал-то я удалил, а паблики ВК я удаляю достаточно редко, потому что забываю про них. Вот. И в его пабликах... Ну, даже не знаю, как их не заблокировали, потому что там уже даже не шутки были, а откровенные пер... Блядь, я даже не знаю, это просто уже каким-то боком мерзко было. Вот. Причем они там засрали еще одного человечка, который просто сделал ответку на Ванин ролик, причем настолько грамотную, смешную, а Ваня просто взял и обиделся, потому что, видать, не вкурил, что обещание как бы не мешало бы выполнять, хотя его никто там не оскорблял. По крайней мере, напрямую точно. Впоследствии, я... Вот не помню, я подписан на него был или не подписан. Вот тут я могу соврать, поэтому ничего говорить не буду. Вот. И когда уже пошел третий или четвертый ролик по лорной войне, причем не помню даже, а, второй, первый, второй, третий ролик, короче говоря, это был, который я посмотрел, я понял, что суваться в это не хочу, хотя срачи мне нравится. Никому не добавлялся, хотя нет, вру добавился, я добавил Фокси по, ну, как это, Либрариум, прорекламировал, ну, и я добавил, думал, что она лоровед, тем более, что один из роликов, у нее вроде бы был нормальный. У него, у нее, ну, у нее, короче. Вот. И случилась такая ситуевина, что после этого вот одного ролика, который я посмотрел, пошли ролики, даже не знаю, как этот характер описать, ванильные девичьи мысли девочки, у которой проблемы. Наверное, как-то так. А я такое не очень люблю, во-первых. Во-вторых, там еще была приколюха с тем, что, ну, сука, как бы это назвать-то помягче. Короче, начался, не начался, этот срач, короче, продолжался. Блин, как же у меня туго соображает голова. И мне это надоело. Ну, вот, откровенно, где-то на третьем, четвертом ролике я удалился от тест-фана, я удалился еще от кого-то, кому я добавлялся во время всей этой фигни. Твою мать, чем я в 20 лет занимался? Даже 21 уже было, наверное. Вот. И по большому счету, какой вывод я для себя сделал? Спустя какое-то время, если вдруг заинтересует, я это разберу. Ну, когда-нибудь. Вот, как видите, время пришло. я посмотрел еще обзоры некоторых других людей, типа, хотя, на самом деле, пидарас, блядь, на своем дерьме разъезжают. Вот. По сути, время пришло, но это не значит, что я хочу относиться к этому серьезно. Скорее, я просто об этом всем вспомнил по одной простой причине. Мне захотелось сделать какую-то реакцию на четырехчасовой ролик, где два взрослых мужика под тридцатник, может быть, уже и за тридцатник, я не знаю, сколько им лет, срутся по поводу компьютерной игры, сделанной кривыми японцами, которые на протяжении стольких лет не могут, блядь, ничего сделать более-менее адекватно, где баланс откровенно всегда сосал, и которая изначально была сложной именно из-за своей кривизны. Да, и в целом как-то не понимаю. То есть я могу понять людей, которым нравится Dark Souls, но лично мне Dark Souls, Demon's Souls, кто там еще у нас, Bloodborne есть, но Bloodborne справедливости ради я чуть-чуть поиграл, потому что PlayStation 4 у меня уже давно нету, поэтому не знаю. Но в целом мне не нравится. Вообще у меня к Dark Souls очень плохое отношение, в первую очередь потому что меня обманули. Мне сказали, что это RPG, а это кривой экшен от японцев, какой они всегда делают, с элементами прокачки. До RPG они доросли вот только в Elden Ring. И то, есть у меня подозрение, что не совсем оно так, потому что то, что я видел и то, что я пощупал, ну, это не то. Просто не то. Вот. И вся эта ситуация мне показалась странной. То есть Ваню настолько допекли, что он решил ответить Мише вот только на 4 часа, блин. Нет, ну, ну, серьезно, ну, 4 часа, Либра. Ну, это вот, вот, блин. Сука, я бы не смог разделить ролик на 4 часа, даже если трепался без остановки. А я умею трепаться без остановки сутками. Можете спросить любого, кто со мной знаком. Ну, я уверен, что кто, кто это слушает, среди моих подписчиков есть люди, с которыми я хорошо знаком. Они вам с лихвой подтвердят, что человек я, который может трепаться без умолку. Но 4 часа об этом ну, как-то не так. Мне кажется, что это глупо. Вот. И начинают просто друг с друг другом даже не спорить. Аргументы начинают скатываться. Потому что Либра начинает сразу же ой, типа в разнос, типа в непонятку, типа он адекватный. Ну, давай честно, если бы тебе это не задевало, как ты типа говоришь всегда, ты бы не стал делать ролик. Да блядь. Да сука ты ебаная. Пидарас, блин. Понакупает свои говно автомобили. Мне просто лень закрывать окно. О, ура. Прекратил. Ну, вот как я только что говорил, если бы его это не задевало, он бы не стал делать тем более такой ролик. Он бы не стал делать из себя адекватного, спокойного человека. Потому что, да, давайте будем честными, он не такой, какой он есть. Он делает себе образ. В интернете мы все Д'Артаньяны в той или иной степени. Ну, а в реальности все немножко по-другому. Как бы мы не хотели обратного. И, возвращаясь к этим срачам, я не очень понимаю, блин, для чего? То есть, может быть, у Custom Stories на этом весь контент построен. Судя по тому, что приводит Либрариум, выглядит это именно так, что большая часть контента у него построена на том, что он засирает Либрариума. У Либрариума большая часть контента построена на том, что он не всегда интересно рассказывает об играх. Ну, давайте честно, последние видео, ну, они местами скучные. Очень душно стало. Хотя, наверное, так было всегда. Может, я просто как-то восприятие изменил. Ну, в общем, тоже это тема для другого разговора. Вот. Я-то изначально вроде как хотел что-то про срачи рассказать. Ну, конструктивные. О! Вспомнил слово конструктивные и сразу же вспомнил, что хотел сказать. Конструктивная критика отличается от деструктивной только одной вещью. Ты можешь зацепиться за факт и грамотно его развить. Если ты дек... Да блин, теперь дети орут. Да они издеваются? Так вот, конструктивная критика это когда ты можешь обосрать оппонента так, чтобы не обосраться самому. А деструктивная критика это когда ты на эмоциях пытаешься объяснить другому, что он дурак. Знаете, я скорее всего большую часть видео не буду вырезать вообще, потому что мне лень. но заранее прошу прощения за крики на заднем фоне, потому что ну это невозможно. Они что, каждые 5 секунд будут орать? Окно я не закрою, я тут сдохну иначе. Вот. Возвращаясь к нашим баранам. Ваня, видимо, достаточно долго готовился к этому ролику и достаточно грамотно подготовился. Возможно, у него там был сценарий, он же честно сказал, что у него есть суфлер. Я суфлером не пользуюсь, потому что у меня нет денег на это дело. Да, и в принципе я и сценариями этого не всегда пользуюсь, потому что мне на самом деле лень их писать. Честно говоря, это проблема. Но что поделаешь, сценарий занимает много времени, качество роликов у меня от этого сильно не улучшится. У меня по полноценному сценарию сценарию по полноценному сценарию у меня только один ролик. И этот ролик про армию в Звездных войнах, потому что это статья, которую я написал сам и написал достаточно давно. Вот. Так, возвращаясь к критике, за счет того, что Ваня подготовился, ну, мы получили четыре часа достаточно грамотного разноса человека, хотя, на мой взгляд, это не имело смысла, тем более, что тезисы и у одного, и у второго постоянно повторяются. механики. Механики. Шутка, честно говоря, глупая. Про механику знает только механикус. И только культ бога машины, который использует стандартные конструкции из черных коробочек столетней давности, ошибся на два нолика, но не суть. Да и, в принципе, как и сам Ваня говорил в ролике, что, по сути, все аргументы скатятся «Нет, ты дурак». И со стороны оно так и выглядит. Хотя, да, он все время пытается выглядеть как-то вот иначе, но суть-то это не меняет. Ты же ответил, тебя задело. Это факт, к сожалению. Вот. Я более чем уверен, что ты это смотреть не будешь, но мне вот интересно, что тебе в итоге это дало? Это просьба кого-то из зрителей, что ли, была, насколько я понял? Но, честно говоря, я уверен, что они охренели от такого количества контента, мягко говоря. И теперь будут жаловаться, а почему так долго? Вот я жалуюсь. Почему так много? Почему нельзя было это уместить где-то, ну, не знаю, часа в два в лучшем случае? Можно было или на полтора часа все это уместить? Но нет. То есть, потому что, вот, наверное, ты думал что-то из разряда. Ну, сейчас я, короче, сделаю этот четырехчасовой ролик и больше ко мне не пристанут. Нет. Тебе пристанут. И будут докапывать опять. И, скорее всего, вот вангую. Через полгода, может быть, через год придется тебе еще один ролик записывать, потому что кастум по-любому на это среагирует и уже клепает новый ролик о том, какое ты дерьмо, если уже не написал. Хотя, черт его знает. Вот. С другой стороны, я не знаю, насколько он умный человек. Не берусь браться, так как лично с ним не общался. Да, и человек на стриме, честно говоря, ведет себя немножко иначе. По себе знаю. Но факт остается фактом. По мне, это глупая ситуация. Но что поделать? Издержки профессии. Блин. Хотел сказать. Хотя, какая это профессия, блин. говорили мать его. Вот. И честно говоря, я вот что не понимаю. А как такие люди, как Ваня, в принципе, собирали аудиторию? Я сейчас имею ввиду мистера Кэта, а не Либрариума. Да, их зовут оба Вани. Я очень часто говорю Ване и про того, и про другого. Но мистера Кэта я сейчас не вспоминал. Это вот первый раз. То есть, ну, грубо говоря, делаешь клипбейтное название типа секретики с Карима и все. И люди к тебе приходят, то есть, сейчас у него вроде контент как-то изменился. Я месяца 4 назад, что ли, заглядывал. Или 5. Ну, что-то в этом роде. Вот. И контент у него видоизменился, потому что он тогда в комментариях наехал на решение Сапковского. Ну, как оно обычно бывает. И мне просто стало как-то непонятно, а что получается? Люди не знают про то, что у Сапковского сын больной был? Собственно, поэтому он франшизу и продал, поэтому сейчас молчит в тряпочку, потому что контракт. Это однозначно обидно, но что мы можем сделать с этим? Да ничего, кому это надо? Мы можем сделать вид, что адаптации от Netflix нету, тем более второго сезона, он вообще не по книге идет. честно говоря, не знаю вообще, как это все происходит. Я не понимаю, как люди набирают народ себе на каналы, покупают, наверное, что ли, ботов там берут, черт его знает. Вот, потому что обоюдками я не занимался. У меня, наверное, два или три канала с обоюдками, и то эти ребята уже как-то вырвались, а я все еще в жопе сижу. Блин, как рассказ про срач перешел в пиздострадание о том, как мне не нравится тот факт, что у меня не приходят люди. Не, ну а если серьезно говорить, Кастом молодец, он поднялся на том, что обсирает одного человека и получает от этого деньги, наверное, я не знаю, может аудиторию. Мне самому интересно, ему нравится эта аудитория или нет. Вот, Ваня тоже очень интересный вопрос задал ему на этот случай, то есть тебе-то самому приятно с такими токсичными людьми общаться, но не знаю. На мой взгляд, все токсичные, то есть вот как заходишь в какой-нибудь чатик или еще куда-то, вот мы против политики, вот мы против токсичности, вот мы все за мир, дружбу, жвачку. Не бывает мира, дружба, жвачки. Мир, дружба, жвачка происходит тогда, когда скучно или же тогда, когда невозможно. всегда будет какие-то политические аспекты, всегда будут какие-то аспекты религиозного характера, всегда будут срачи на почве восприятия какой-то вещи, то есть, блин, даже гребаной игры, вы только вдумайтесь, люди срутся из-за игр, постоянно, я сам иногда срусь из-за игр. Кстати, один раз в жизни, благодаря тому, что смог доказать, что первые пески времени это не первая часть Принца Персии, я выиграл у одноклассника квартиру. Ну, конечно же, я у него ее не забрал, но если бы он сам мне про это не напомнил, года три или четыре назад мы встретились впервые за долгое время, я бы даже и не вспомнил про то, что такой спор был, но спор был прикольный. Да, сейчас было актуальненько забрать у него квартирку. Такой вывод же можно сделать из этого, да только один, срачи не прекратятся, потому что они собирают просмотры, срачи не прекратятся, потому что когда люди пишут, что вот меня задолбали срачи, ребят, ну вы же это смотрите правильно, срачи продолжатся, особенно когда кто-то из людей начнет обсырать свою аудиторию, срачи могут продолжиться по любой другой причине, то есть не будет лорных воин, будут какие-то доебки до Дарксоуса, не будет Дарксоуса, будет какая-нибудь политическая повестка, не будет политической повестки, будет еще что-то, и так до бесконечности. В принципе, весь YouTube построен на гребаной токсичности, я уж молчу о том, что токсичность Sony Boev только сейчас на нет сошла, за последний год, наверное, я ничего плохого от Sony Boev прям такого конкретного не слышал уже, может не год, может полгода, нет, полгода, полгода, в руку, вот, сейчас они уже успокоились, просто перекрутились, перекрутились, блин, переключились на другое, то есть, понимаете, и именно из-за этого нет вот этих вот консольных срачей, да и в принципе они уже не имеют смысла, сейчас Sony сольет все нужные мне игры, по крайней мере я надеюсь, на ПК, единственное касательно чего я боюсь, это что Atlas так и не выпустит свою гребаную Person 5, потому что я ее жду давно, я хочу поиграть в Person 5 на компе, потому что она будет наверное рояль, потому что я хочу поиграть в полную версию игры, а не в тот огрызок, который я играю на PS3, зато огрызок с русской озвучкой, спасибо ребят, ой, блять, не озвучкой, оговорился, с русским переводом, почему я сказал озвучку, черт его знает, в общем суть остается в том, что кто-то запарился и три года, даже четыре уже делал озвучку, и спасибо вам ребят просто огромное за этот просто гигантский труд, потому что к сожалению денежку я вас сейчас не поддержу, но обязательно как только с деньгами все более-менее выправиться, блин, задоначу, вы позволили мне сыграть в игру, которую я хотел сыграть, но не мог, потому что английский язык для меня это как китайская азбука, ну то бишь оно в природе есть, но оно нафиг мне не нужно, вот, ну и да, готовьтесь к новым срачам, наверное что-то изменится, может быть либрариум еще что-то выпустит, где-то через полгодика, год, как я уже сказал, кастум по-любому что-то выпустит, по поводу тест-фана в душе не чаю, выпускает он сейчас что-то или нет, блин, секта губка боба, блин, ей богу, вот, а я пошел дальше разбираться, почему мы контент не смотрят, кое-что кое-что что-что оно у emperor это 원�ady возможности просто ,